Всем пока! Спонсор выпуска – канал, Дмитрий Оскрыненко! Мысли про социальные и медийные уродства, которые могут вам понравиться! Регулярные разноплановые видео ждут вас! Ссылка в описании! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Бля, чь-мошники за... Видимо, Оскрыненко – это значит, что ближайшие несколько минут, судя по всему, у тебя будет очень ярко гореть там внутри спины – итак, мультила мелкая, можешь уже влепить мне дизлайк здесь, и пойти дальше, кушать свою манную кашку и смотреть в vídeo! Бля, вообще не понимаю, че он говорит... А мы продолжаем работать с теми, кто в итоге остался. Сегодня мы поговорим о том, нужно ли уважать, ценить и восхищаться слабыми людьми. И знаете, это вообще тренды последних времен, судя по всему. Итак, ушлепок, смотри, для тебя есть супер-мега-крутой план. Как тебе можно прокачать свой, никому не нужен, инстаграм, где ты фотографируешься с новыми кроссовками, с новыми друзьями своими, какой-то мне будет там поход в клуб дешевый. Да, и это никому не интересно. У тебя 20 подписчиков, по 3 лайка и так далее. Тебе нужно раскачать свою, собственно, натуру такую, да, интересную, в общем, со всех сторон, прям, которые никто, естественно, не ценит и не может оценить. И к тому же нужно действительно продвинуть свой инстаграм, чтобы потом получить... Говорить нормально, наверное, не обязательно при этом, да. Как туда какую-то рекламку, получать, а в конце концов, хорошие деньги, чтобы не работать. Так вот, сучка, что тебе действительно нужно будет сделать? Ты открываешь холодильник прямо сейчас, прямо сейчас ставь на паузу, беги к холодильнику, вытархивай оттуда все самое жирное и возвращайся ко мне на видео. Вернулся, сучка? Продолжаем, ребята. Теперь, все, что только ты нашел, впихиваешь в себя. Ты не хочешь жрать, у тебя уже какие-то работные позывы. Продолжаешь, сука, жрать, если, по крайней мере, ты был худой. Если ты был толстый, прекрасно. Ты уже на полпути к успеху. Продолжаешь, сука, жрать. Продолжаешь, занимаешь у мамки бабок. Для чего? Для того, чтобы жрать. Идешь к бабушке, если она не сработала... Я понял, о чем видео. Видео о том, что из-за движения бодипозитив ты можешь много кушать, стать жирным. И благодаря тому, что ты жирный, стать известным в инстаграме, на ютубе и так далее через движение бодипозитив. Ну, как сказать... Иногда это работает. Но... Все-таки значительно выгоднее быть стройным и красивым. Ну, или уже заведомо быть знаменитым. Это тоже действует. То есть, ну, серьезно. Иногда, иногда руки-базуки можно себе сделать. Ну, и тут еще, как бы, дискурс немного опасный. Потому что у людей бывают довольно фриковатые представления о красоте, как у Хованского, например. Им нравятся дико тощие. И поэтому они просто жирными называют вообще всех, кто весит больше 50. То есть, ну, бля... Больше 50 при росте, там, 1,83 м. То есть, ну, серьезно. Больше 45, да. Больше 45 при росте, там, где-то 75-80. То есть, ну... Такое дело специфическое. То есть, одно дело, очень худые парни. Другое дело, очень худые женщины. На мой взгляд, это, ну, не совсем правильно. Тут дело не в каких-то стандартах красоты и так далее. Это просто вопрос здоровья. Понимаете? Я не имею в виду, что есть какие-то журнальные стандарты красоты, которые мужчины навязывают женщинам. Женщины друг другу навязывают, как правило, стандарты красоты. Потому что никто не навязывает какие-то совершенно адские стандарты красоты. Никакой мужчины не может женщинам взять и навязать какие-то адские стандарты красоты, так как это делает, например, стримерши Карина. Ну, просто потому, что у нее есть время постоянно прокачивать себе жопу и питаться, короче, дорогой едой такой, типа, которая полезная и наличного тренера. Вот. Пышные бурятки, топ, садовый гном поддерживает. Нет, садовый гном, он, блядь, у него перекос вообще в другую сторону. Ему, женщина, нравится с телосложением, как, знаете, вот эти глиняные фигурки пещерных людей, блядь. Такие круглые, блядь, с обвисшими сиськами. То есть, это совсем пиздец, по-моему. То есть, знаешь, такая женщина на тебя... Такая женщина на тебя выйдет откуда-нибудь. У тебя в голове будет песня Херман Элик играть при этом, короче. Да, да, античная Венера. О, Рубинеско. Да, 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 Рубинеско. Именно. То есть, ну, на мой взгляд... Нагуглите Оливию Дженссон, например. Посмотрите, как выглядит Оливию Дженссон. Это тоже модельная вполне себе внешность. Весит она, я вас уверяю, не 45 килограмм. Я думаю, что, как бы, у нее внутри поместятся две, как бы, 45 килограммовые женщины. Но, тем не менее, тем не менее. Такой фейситинг ты не переживешь. Есть, Децл? Весит она. Моё почтение! Да, плюс-сайз. То есть, бывают привлекательные плюс-сайз женщины. Но это не значит, что нужно выглядеть, как Эми Слэйтон, безусловно. Хороший паблик был. Что значит был? Разе, разе он делся куда-то? По-моему, эстетика жирных жоп функционирует по-прежнему. То есть, ну, тут стоит понимать, что Некоторые женщины, они действительно засушиваются до такой степени, что у них пропадает жопа, исчезает. И обвисают сиськи. Это плохо. Это неэстетично. Вот мужчина, кстати, может засушиться до полного, блядь, охуения и выглядеть хорошо. А вот разжиреть, как бы, мужчина не имеет права, а женщина может. В этом, кстати, женское привилегие. То есть, женщина может набрать веса, и у нее все будет норм. А мужчина, если будет жердяем, то у него будут сильные проблемы. Вы, кстати, знаете этимологию слова жердяй? Попробуйте угадать, от чего происходит слово жердяй. Я подожду. О, ККК угадал. Да, да, достаточное количество людей поняли. Изначально было слово жердяй, оно писалось через Е. Происходило от слова жерди. А потом через фолк-этимологию образовалось слово жердяй через Е. От слова жир, как бы. Как бы от слова жир. Но на деле, изначально, оно было от слова жерди, писалось через Е. Ну и, соответственно, означало очень худого, высокого человека. Что делают с нами годы? Хватит унижать погромы. Не, на самом деле, жирному мужчине значительно тяжелее, чем жирной женщине. Ну, просто факт. То есть, можно быть болезненно худым, как Хесуса ВГН, с равно быть няшей, как Хесуса ВГН. Вот. А вот... Вот быть жирным карликом, как Ежесармат, и быть при этом няшей, невозможно. Невозможно. Совершенно так не бывает. Только если тебя Левчук нарисует в виде маленького ежика. Короче. Нег. 100 рублей. Марго, я слышал, что ты котируешь фемдом. Это правда? Есть какие мысли, откуда это растет? Я слышал, что это из-за жесткого воспитания в детстве. Извиняюсь за такой личный вопрос. Нет, жесткого воспитания так-то у меня не было. Меня в школе, пока я был совсем маленький, я был младше всех на год, меня пиздили девочки, потому что у нас в классе было 8 мальчиков и 21 девочки. Вот. Поэтому девочки меня пиздили постоянно. Ну, вынужден был, вынужден признать, было за что. Было за что, потому что я творил много хуини. Я портил их вещи. Воровал их, блядь, пинал и нахуй. Вытряхивал оттуда все, блядь, эти рюкзаки, ранцы. Выкидывал, блядь, в мужской сортир, чтобы они доставали их, короче, оттуда. Вот. То есть, какой только хуйни я в школе не делал, на самом деле. Да. Ну, понимаете, с чем дело. Когда ты дрищ, и ты младше всех остальных, то, чтобы быть популярным среди других пацанов, надо быть полным уебаном. Вот такой секрет. То есть, трави, самые уебищные шутки, какие только бывают. И, значит, гать всем. Только без буллинга, без харассмента, конечно же, без буллинга, хуюлинга и Бориса Юлинга. Да, но если тебе в школе совсем, ну, не совсем хуево, если совсем хуево, тебе пиздец. А если ты не шибко сильный, не очень умный, а я был не очень умным ребенком до определенного возраста, я был довольно тупой, то есть, если ты не адски умен и не сильный, то тебе надо быть смешным, очень. А поскольку речь идет о детях, то смешным надо быть не как Жванецкий, блядь. Понимаете, с чем дело. Да, 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 да. Поэтому меня пиздили в школе, конечно, да. Ты говоришь бабушке, бабушка, я худой. Блин, мне нужны бабки для того, чтобы стать еще более отвратным существом, чтобы у меня были прыщи здесь, чтобы были какие-то там, ну, действительно, мясистые отложения. Фу, блин, жир, ааа, мразок. Не, мясистые отложения называются мышцы. Наверное, имеется в виду жировые отложения. Тваль, бабушка тебе дает, естественно, ли это деньги. Ты говоришь, бабушка, это стартап, я стану очень популярным чуваком, в конце концов. Буду в итоге содержать всю семью. И, блин, ё-моё, бабская, естественно, сердечко тает, она дает тебе деньги, и ты продолжаешь заниматься этой усердной тренировкой. Ты живешь все, что только видишь. Самое жирное, самое позднее время, естественно. Перед сном, во время сна, просыпаешься, опять же, идешь в холодильник на автомате и дослежишь какую-нибудь сердечку жирную. Все, твоя туловище уже, ребята, напоминает шар. И вот теперь мы переходим к самому интересному. Ты заявляешь о себе миру. Фотографируешься, говоришь, смотрите, какой я мерзотный чувак, ну, я буду худеть, я возьму наконец-то себя в руки. И ты начинаешь худеть, и ты... Я не хочу подъебывать человека из-за картавости, но, серьезно, чем жирный человек, который не хочет худеть, принципиально отличается от картавого человека, который не хочет исправлять свою картавость. Не хочет просто. Дорогие картавые люди, вот я к вам ко всем обращаюсь, совершенно не дискриминируя, вот абсолютно, мне похуй. Если вы картавите, вы можете это исправить, вам просто, блядь, лень, и все. Во, хуй сосите. Я в детстве не выговаривал три, блядь, фонемы русского языка. Их все выговариваю сейчас. Все вот абсолютно в порядке у меня. Я не выговаривал Р, не выговаривал Л, и еще что-то, по-моему. То ли Ш, то ли Ф, то ли С, вот какую-то одну еще. Не помню какую. Ну, как минимум, не выговаривал Р и Л. Точно. Вот они у меня, мало точно их не выговаривал, они у меня одинаково произносились Л. Л. То есть одинаково произносил Р и Л, и вот не так, не так. То есть оба неправильно, но при этом одинаково. Все, все могу. Да, вы можете сказать, что в детстве это проще, ну, да, в детстве и вес сбросить проще. Это можно по отношению к избыточному весу применить. У вас, в конце концов, может быть уздечка на языке тугая. Ее подрезать можно. Это, по сути дела, совершенно безопасная хирургическая операция. Вот если у вас альвеолярного вот этого бугорка нету, хребта, который, собственно, для звука Р, нужен, то это уже другая проблема. Но тут встречный тогда вопрос, если у вас его нет. Как вы произносите Т, Д, С, ИЗ, ИН? А если у вас его нет? Это очень редкая мутация. Как правило, все у вас есть. Все с вами правильно. На крайня куздечка тугая. Доктор, чик-чик, все. Просто вам лень исправляться. Конечно, я согласен, что в ряде случаев жирным человеком рядом находиться бывает неприятно. То есть, если человек просто картавит, в транспорте это незаметно, вы не разговариваете. Но если в Лос-Анджелесе летом в общественном транспорте, хотя, ну, в Лос-Анджелесе в общественном транспорте, это прямо, скажем, оно само по себе не подарок. Но если рядом с тобой очень жирный человек, это совсем плохо. Вот так, знаешь, держится за поручень, вот тут мотняющая, блядь. Совсем плохо. Вот. А если человек просто худой, но картавый, то вы никогда не узнаете, что он худой. Что он картавый, потому что он говорить с вами не будет. То есть, да, да, это имеет смысл. Но, однако, если мы говорим про артистов, значит, разговорного жанра, то, ну, сами понимаете. Ну, это просто мерзкая хуйня. Серьезно, это, блядь, отвратительно. Я за сколько я там занимаюсь, вот тем, чем я занимаюсь, 3, 4, 5 лет. Долго занимаюсь, и я не поменял свою точку зрения по картавости. Несмотря на то, что у меня много очень картавых знакомых, подельников, можно даже сказать, друзей. Картавость, это сэр, полная хуйня, блядь. Вам надо исправляться. Это отвратительно. Должна быть какая-то все-таки языковая норма. То есть, как-то соблюдать культуру речи нужно. Понимаете? Чуть-чуть хотя бы. Ну, Хованский не картавый. У Хованского тоже, правда, дефект речи. Но я не знаю, насколько его дефект речи вообще исправим без тяжелой хирургии. То есть, картавость, она исправляется просто. Зачастую вообще без хирургии, в принципе. Просто не надо быть ленивой жопой, блядь. А у Хованского челюсть кривая, блядь. У него кость неправильная, там, насколько я понимаю. Он поэтому шепеляет. У него зубы-то все на месте. А это чем дело? Но, типа, там какая-то хуйня с костью. То есть, это, блядь, это операцию надо проводить серьезную. И непонятно, ему могут доходы упасть в итоге. Потому что он своей фишкой сделал то, что... Я ее, Хованский. Виктор Цой. То есть, ну... Шепелявость исправить проще, чем картавость. Несмотря чем она вызвана. Если она вызвана отсутствием зубов, то надо, наверное, вставить зубы. Зубы тебе нужны для... Большого количества вещей. Не только, чтобы выговаривать буквы, блядь. Вот. Поэтому, как мне кажется... Что человек жирный, что человек картавый. Проблема одного порядка. Вес в определенном возрасте, если ты не мелкий. Сбросить, ну, ничуть не легче, чем избавиться от картавости. И наоборот. Это я вам говорю, как человек, который не картавый. И художник. Шутка. Я, конечно же, против харассмента, буллинга, хуйюлинга и бориса Юлинга. Это как бы была шутка над самим собой. Понимаете, такая... Это черный юмор. То есть, когда человек шутит о чем-то ужасном, например, про 9-11, человек как бы смеется над самим собой. То есть, как можно так легкомысленно воспринимать такую тяжелую тему. Да. Именно так. Хвост. 100 рублей. Правильно. Против засилья картавых на ютубе. Это ужасно. Ну, действительно. Артист разговорного жанра. И при этом начинается... Привет, ютуб. С вами Дмитрий Лагин. Или Цепер Снайпер. 100 рублей. А я вот заметил, что после долгого пребывания в англоязычной среде моя дикция при разговоре на русском пошла по пизде. А вот когда переключаюсь на английский, наоборот, очень легко и приятно говорить. У тебя такого не было? Ну, бывает. Если долго говорить по-русски, у тебя... Ты не сможешь сразу переключиться на английский, и наоборот. Ну, это типичная ситуация. Например, сейчас, когда что-то на английском зачитываю, вот в ваших донатах, в чате и так далее, я плохо очень все произношу. Ну, по моим меркам. Потому что, ну, я сейчас говорю по-русски. У меня потоковая речь сейчас на русском языке. Вкрапления английского тут только с акцентом могут быть. То есть, ты не перестроишься просто с ходу. Ты достигаешь первоначального своего веса. То есть, да, ты был не потянутый, ты был, ну, может быть, немножко худоватый. Главное тебе достичь этого веса. Все! Вуаля! Профит, в конце концов. Теперь ты, на самом деле, можешь завоевать сердца миллионов людей. Ты ставишь фото до, и ты ставишь фото после. И все видят, Ё-моё! Раньше это был какой слабый человек. Остал каким сильным, в конце концов. Вау, мы на него будем ровняться. Залайкаем, зарепостим, все, что угодно сделаем. Подпишись на свой инстаграм, возьми... А сколько ты таких знаешь вообще? То есть... Особенно в русском интернете, то есть, которые... Эй, здрасте, я... Я жирный. Деньги мне плати, блядь. Вот сколько таких? Ну, я не эксперт в этом секторе онлайн-контента, то есть... Дадим тебе деньги, только научилась, чувак, точно даже худеть. Мы такие же ленивые мразотные личности. Знаете, что еще мне добивать? В общем, это чувак, естественно, достигает успеха. Чувак, добился успеха? Давай, хотя бы 10% дохода за мою идею. Ты перечистишь на мой кошелек, сучка мелкая. Так вот. Нет, Оха, великий обзорщик игр, не надо. Влад Савельев, ну, опять-таки, Влад Савельев, он по-другому популярный. Он популярный благодаря тому, что он, блядь, обосрался и так далее. То есть, немного другое. Где вот эти вот все... Про что говорит Дмитрий Скрынник. Значит, жирные люди, которые говорят, вот смотрите, я достаточно храбрый, чтобы оставаться жирным, меня угнетают, дайте мне деньги. Где вот эти все люди, куда они делись? Так что были здесь, не понимаю. Это еще полбеды. Есть щелки, которые куют вообще прям с утра и до вечера, да? Прям с пятого класса. Не знаю, что... То, что Влад Савельев брал интервью у проституток до того, как был жирным. Когда стал жирным, он на топ-хате как бы был и типа выполнял всякую хуйню за донаты, бухал, обсирался, мочу пил по ошибке и так далее. То есть, ну, типа, это не то же самое совершенно правого масса можно схожую вещь сказать. А сейчас Влад Савельев, наоборот, сделал себе имидж из того, что он теряет вес. Причем он его действительно теряет и пиздец как. Я, если честно, не... Вот я не вижу вот этих всех людей, которые такие... Эй, я жирный, дай мне деньги. Мирукай, 100 рублей. Кстати, насчет картавости и прочих недостатков. Замечаю за собой слишком быструю, тихую и шипящую речь, обусловленную скорее всего детством в провинции. Как убрать местный говор? И еще, можно ли понизить тон своего голоса? Есть ли какие-то методики видеоуроки на ютабе? Могут ли преподаватели вокала, риторики или логопеды в этом помочь? Могут. Риторики нет, преподаватели вокала и логопеды могут тебе помочь, избавиться от говора, избавиться от тихой речи. Значит, что там у тебя еще? тон понизить. Это все они могут. Да, это можно все сделать. Я могу один совет дать по поводу того, как понизить тон речи. Старайся скрипеть связками. То, что делает габлач. Я уже очень много раз говорил на эту тему, но когда Дим Юрьевич говорит вот таким вот голосом, он скрипит связками. это скрип связок. Из-за этого его голос кажется значительно ниже. Я, в общем-то, довольно давно не практиковался так говорить. У меня устраивает мой голос в плане того, насколько он высокий, низкий и так далее. моё почтение. То есть, в принципе, это то, что делают китайские женщины. Потому что в китайском языке там пять контрастных тонов. Высокий, низкий, средний, возвышающийся, понижающийся. Пять контрастных тонов. Низкий тон, он сложен для женщин. пожилого, возраст. То есть, ну, просто сложно его изобразить. Поэтому они скрипят. То есть, надо сказать ма с низким тоном. Они говорят ма. Ма. Уловил. Скрипеть связками это вот это. если у тебя получится инкорпорировать это в свой голос, то ты можешь стать значительным, можешь сделать его значительно ниже. Это читинг. что у тебя не раскрываются связки, у тебя голос стоят низким, не за счет того, что у тебя раскрытые связки, легкие, огромные, а твой голос, он просто ниже за счет того, что ты скрипишь этими самыми связками. Это низкий звук, по тому же принципу, по которому цикады, когда трещат издают низкочастотный звук, они скрипят какую-то хуйню, я не помню, как цикады звук, именно издают. по-моему, над крыльниками скрипят об жопу себе или что-то в этом роде делают. цикады, а цикады. Важно не путать. Мое почтение. То есть у него именно скрипучий голос. И из-за того, что он скрипит голосовыми связками, его голос звучит ниже, при этом без нелепой хуйни, как у Горшка. Если кто помнит манеру вокала Михаила Горшенева из Короля Ишута, там наличествует умышленная попытка занизить голос вот так вот. Никогда не замечали как-то, слушайте, Король Ишут, что и Горшок, и Князь, они поют вот примерно вот таким вот голосом постоянно. Ну, как Бяки Буки из этого, из мультика про бременских музыкантов, там, то же самое. То есть, там, я пытаюсь вспомнить хотя бы один текст Короля Ишута, секунду, я вспомню. Помнят с горечью древляне, хоть прошло немало лет. Вот это звучит очень нелепо. Ослепший старый маг ночью по лесу бродил. То есть, ну, разговаривать таким вот голосом постоянно, это не очень круто. По-моему, Камикадзи так разговаривает, если честно. Ну, это звучит немного нелепо. Немного нелепо это звучит. но тембур голоса становится ниже. Да, это занижает тембур голоса. Ну, довольно нелепо, блядь. Значит, Савушкина 50, 33, блядь. Лахта нахуй. Выблюдки. Я как внук Елькина буду изображать, да, то есть, Эй, Акамикадзи Ди. У меня скручивают лайки и накручивают их шрию. Я очень плохо говорить по-русски, но по-другому я говорить не могу. Прошу Иван Гая записать видео. Вот вы смеетесь, а мне не смешно. Дарон Ароновский, 100 рублей. Я жирный, картавый, не девственник. Ты тощий, без дефектов речи, девственник. Хуй соси губы и тряси. Вис фэкс энд лодик. Ну а серьезно, прав паук есть децл. Ну видишь, ну серьезно. Я не про привлечение полового партнера, я про эстетику возвышенную, поймешь, чем делал. То есть, когда ты картавишь, и ты артист разговорного жанра, это говно. Просто тупо говно. тут дело не в том, есть у тебя дети или нет, это отдельная история совершенно. То есть, можно детей может заводить и в принципе. Знаете, у Стивена Хокинга полно детей было, но внешне, прямо скажем, парализованный человек, это не самое охуенное зрелище. У него просто был мозг охуительный. Я не говорю, что жирный или картавый человек обязательно тупой и неинтересный. Я говорю, что это эстетически хуёво, блядь, когда ты картавый, нахуй. Просто эстетически плохо. Сайтама, 100 рублей. Марго, ты чё-то выдумал? Он совсем же про другое вещает. Он говорит, вот ты худой, резко набирай вес, после чего легко вернись к изначальному, за счёт чего и набери классов. Типа, смотрите, какая у меня плохо. я решил, что там суть именно в том, видео про тех, кто просит, чтобы им донатили за их угнетение. Ну, не знаю, хуй знает. Я в какой-то момент перестал слушать. Только они впервые увидели, что взрослый так делают. И, блин, оказывается, что папка такой крутой, когда он курит. И как будто он нравится бабам. Знаете, что мне нужно сделать? Мне тоже надо будет курить. Естественно, спела буду кого-то воровать там. Или у него даже тягать с пачки. он будет думать на манку, собственно. и как бы так все потихонечку. Накурить действительно плохо. В общем, остается. Я буду курить там через, не знаю, через путь палочек. Ну, ладно, напрягает немного. Образовательно-развлекательный канал Uber Marginal. Ссылка в описании.